Здарова! Это по-прежнему Red Dead Redemption 2. Мы продолжаем проходить пролог. Между прочим, мы прошли почти 100 сюжетных миссий. Да, есть статистика в игре, можно посмотреть. На данный момент это 98. Точнее, еще два пройдем сегодня и будет ровно соточка. Хорошо это или плохо, не знаю, но то, что игра заканчивается даже в пилоге, это, конечно, грустно. Ну что ж, это Джон Марстон, это его лошадь, а это у нас задание, где нужно... Раздобыть столь материалы на лесопилке, как я понял. Погнали попробуем. Что нам делать-то еще? Это как раз идеальная погода. Сэр, вы здесь работаете? Нет, я просто стою тут ради смеха, блин. Шучу, шучу. Чем могу помочь, дружище? Не подумайте, что я псих, но один старый осел сказал мне, что можно купить уже готовый дом. Нет, вы не псих. Это новейшее изобретение, очень удобное, экономичное. Какой именно дом вам нужен? Каждый из них уникален по-своему, но... При этом все они одинаковые. Не понял? Возможно, я говорю слишком быстро, сэр. Вы хотите купить дом? Думаю, что да. Я дам вам роскошный, абсолютно уникальный, уже готовый дворец. А если вы закажете дом сегодня, вам его доставят уже через несколько недель. А может быть и раньше. Я беру вот этот. Да, он в наличии. И я уже взял кредит в банке. Потрясающе. Так, напишите свое имя вот здесь и вот здесь. И подпишите его тут. И вы станете гордым владельцем фабричного сборного дома. Так просто. Рад знакомству, мистер Мартин. Альберт Кейкс. Эсквайр. Парни, подождите минутку. Что ты здесь делаешь? Все в порядке? Я сам не знаю. Ну, наверное, что да. На ферму пришел человек. По дороге на него напали. Говорит, что в округе орудуются братья Скиннеры. Их очень много. На ранче остался дядюшка, вооруженный до зубов. А эти двое кто? Наемники. Если тут Скиннеры, то... Чарльз, в них нет таких денег. Эти Скиннеры мерзкие твари. Ну же. Мистер Деван, вы со мной? Мистер Уэйн. Мистер Милтон. Джим Милтон. Рад знакомству, сэр. Мы направимся к хпосту Монсанто. Зачем? Там есть норвежец, лучший кузен. А, кузнец. В этих краях. Да, мы готовы. Чудненько. Мы полезем под пули ради дурацкого молока. А ты хочешь... Он даст хорошую цену. Спасибо. Едем покупать инструмент. То есть, леса мы купили. Теперь нужны инструменты. Я знаю короткий путь. Давай за мной. У меня стоит какая-то другая метка, видимо. На нас, естественно, что на нас нападут. Это понятный лоху, потому что мы везем лут, который интересен бандюганам. Так, наш друг негр или краснокожий? Сдается мне, в нем понемногу и того, и другого. Деньги, они и есть деньги, так что мне плевать. Я видел, как ты перетрусил, но не волнуйся. Тут нас стрелять не будут. Да, конечно. Я знаю Чарльза Смита. Если у него есть причина нервничать, то она чаще всего веская. Рядом с тобой будет сидеть вооруженный человек, я знаю. Ладно, я полагаю, что ты мало что знаешь о том, как тут что устроено. Думаю, что не особо. Я тоже. Но я знаю кое-что о том, как их охраняют. Если грабители видят, что на козлах сидят крепкие ребята, и пара из них как из гусь вода, грабители, скорее всего, подожду другого каравана. Разве что они могут решить, что ведут нечто ценное, а не дерево или инструмент. Что? Нет, постой. Поверь мне, ты слишком мудришь с этой темой. Нанимая стрелка, ты обеспечиваешь себе спокойствие и отпугиваешь посторонних людей. Так что я буду сидеть тут и ждать, а ты сосредоточен на лошадях. Ладно, так и поступлю. Я не удивлюсь, если вы сейчас хуйнут первым, короче. Первым убивают, и всё. Может, я неплохо владею оружием. Но мы с тобой довольно похожи, старина. Сомневаюсь в этом. Эй, дальше поворачиваем направо к посту Мансонита. Окейушки. Люди удивляются, как так вообще можно зарабатывать на жизнь оружия. На самом деле, это такая же профессия, как и все другие. Когда я прихожу домой, я ставлю оружие на подставку, и оно там стоит, серьёзно, только там. Я о нём вообще больше не думал. Я думаю о жене и детях. Колю дровачную крышу, кладываю детей спать. Но когда я здесь, я слежу за обочиной. И держу оружие на готове. Я стараюсь обеспечить нанимателю спокойствие. Это будет очень угарно, если вы сейчас хуяк и вальнули моментально первым, короче. Ты в хороших руках, я отлично знаю эти места. Хорошо. Это как у Тарантина такая фишка. Вот он, да, я самый крутой защитник, блядь, мировой. И хуяк убивает сразу. Посмотрим. Чё-то мы еле-еле, по-моему, выкарабкиваемся. Меня местные раньше кому-то поклоняли здесь. Похоже, они всё ещё это делают. Я уже не знаю, как хорошо Нильз знает английский, но своё дело он знает отлично. Почти на месте, ещё немножко. Сюда, что ли? Ну? Парни, подождите здесь. Прошу, мистер Милтон. Ну что ж, пошли возьмём. Угу. Как я уже сказал, к нему надо привыкнуть. Нильз. Нильз, это я. Уоллард. А, окей. А это мой клиент Джим Милтон. Окей. Он прослышал, что ты лучший, лучший кузнец в этих краях. Ему нужны инструменты. Он строит дом на ранчо Бичерс Холл. Хорошо. У тебя есть что-нибудь? Да, ладно. Как я и сказал, к нему надо привыкнуть. Собираешься куда-то, Нильз? Хорошо. Бывает хули. Знаешь, Милтон ведёт дела с ребятами из лесоматериалов Кейкса. Может, он заплатит тебе и просто добавит его. Окей, окей. Ладно, нам пора идти. Ну что ж, поконим, как говорится. Погнали. Ладно, Бичерс Холл так Бичерс Холл. Они уже давненько пытались продать эту землю, верно? Я к ней сам приглядывался. Было дело однажды. Но слишком уж много труда там надо. Для меня слишком, но ты, видать, сдюжишь. Наверное, ты увидал в ней что-то, чего не смог я увидеть. Миру нужны такие люди, как ты, бля. О, о чём я говорил, что чувака вольнут либо первым. Либо... Либо ранят, либо ещё что-то. Твою мать, бля. Пидорюги, сука. Ещё не на индейцев похоже. А чё, без маркировки, что ли? Это собака, мать твоя. После такого не живут, братишка. Так, мне нужен глаз. Бля, у меня ничего нет для глаза. Ах ты, собака. Пидётся так. О, 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 ни хер. Бля, что это за... Это чё за... Татары-монголы, блядь, напали на меня. Чё это было вообще? Не, пацаны, дерево я своё не отдам никому. Ну, честно, у банка их взяли. Прячься, прячься, Марстон. Чё так быстро убивают, бля? Би, 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 убьют же. Спишь же, блядь, ну что ж ты будешь делать? О, божечки мои. Живи, 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 Джон. Давай, мать твои, быстрей. Не, этих сок мы сюда не подпустим, это понятное дело. Падай, падай, блядь. Такое себе ружишко-то, я тебе скажу. Давай, сдыхай. Они отступают, вернись к фургонам. Хрена тут, человек 20 было, наверное. Ладно, ты жив? Пока что да. Мистер Деван, вы в порядке? Да. И больше не осталось, похоже на то. Инструменты у них. Они схватили мистера Уэйна. Так, оставайтесь здесь, охраняй повозки, Чарльз. Погнали. На помощь, на помощь. Побежали. Бежим, бежим, бежим. Сколько раз? Я три раза попал, блядь. Собака. Мы должны добраться до Уэйна. Хера себе, сколько раз мы... Какая-то поместь, блядь, индейцев. Купая никого. Сдохнешь ты, собака. Пиздец, блядь, бесконечный какой-то. На дереве? Вижу. Уже нет. Погнали, 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 погнали. Че по жизе у нас? По жизе у нас жопа, блядь, по жизе. Так, что-то мы выпили, здоровье улучшили. Скушай давай. Вижу. Я же в бушку попал тебе. Ни хера. Блядь, это реально индейцы какие-то, смотри. Мы же вроде за них были, как бы. Помогали им. Так, придется брать чувство ружьишка, наверное. Давай, давай, давай же. Чарльз, осторожно. Идем дальше, идем, идем. Стреляй же, Джонни, стреляй. Пиздец ты, метки. Нормально. Да попадешь ты ему в щита уже, блядь. Вот, нормально. Что они делают? Они должны, дайте, похилиться. Давай, похилиться, хилиться, хилиться. Мистер Уэйн, мы прямо здесь. Мистер Уэйн, мы уже здесь. Блин. Умеется в виду, где на том свете вы уже, блядь? Где? Где здесь? Так, спогнали. Блядь, где-то сзади, сзади, сзади же. Сука, твою мать. Блядь. Хорош. Ух, идем дальше. Где Уэйн? Где-то в лесу. Не наверху ли они там сидят где-то? Инструменты есть. Ёбаный. Нихера себе его жахнули. Ладно. Твою мать. Пиздос просто. Господи. Да, это какая-то банда реально отмороженных. Совсем ёбнутым. Я думал, Мёрфри были опасны, ребята. По-моему, эти ещё хуже. Надо спешить, вперёд. Давай, 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 давай. Вернись к повозкам. Погнали, попробуем. То есть, они забрали инструменты. Ещё совсем недавно мне все уши прожужжал. Он знал, во что завязывается. Да ну, скиннеры. Это все знают. Кроме меня. Не сейчас, Джонни, не сейчас. Ну, допустим. О, боже. Бежать же, блядь. Мы ж полполяны пробежали, по-моему, здесь. Чарльз. Чарльз, братан, тебе не тяжело? Я справлюсь. Не будем заливать кровью ещё и тебя. Это плохо, да? Его неплохо раскроили. Мистер Уэйн погиб. Господи, нет. Нужно убираться отсюда. Давай положим его в повозку и похороним, как нормального человека. Положите. Поехали уже отсюда. Господи, что они с ним сделали? Ничего хорошего. Видишь, пытаются занести его туда. Говорю, физика в игре феноменальна просто сделает персонажей. Скорее, надо сваливать отсюда. Ох, грёбаные животные. Ладно, Джонни, я поеду с тобой. Поехали в Бичерс. Я же говорил, у меня чутьё на опасность. Сэнди тоже так говорила. Что я за землю купил? Помедленней, Джонни, помедленней. Дело не в земле. Скиннеры не сидят на одном месте. Сейчас они обосновались здесь. Я думал, что это... Это кровопролитие уже в прошлом. Что за был бред насчёт цивилизации? Это кровопролитие немножко другая тема. Люди убивали и по веским причинам, и без них. Но очень редко, просто для удовольствия. Им это доставляет удовольствие? Нет, не в этот раз. Обычно люди так не сопротивляются. Дядюшка. Дядюшка. Где ты, мать твою? Ах, ты мешок с дерьмом. Я стоял на страже, правда? Что случилось? Братья-скиннеры. Много? Достаточно. После этого я отвезу мистера Девона в город, похороню бедного мистера Уэйна. Ладно. Будь осторожней. Постараюсь. Я почти уверен, что мы их пока что отпугнули. Жуткое дело. Ну, если нам будет спокойнее. Ну ладно. Как скажешь. Ну, начало дома положено, как бы, да? Ой, жизнь какая. И Джон. Я тебя люблю. Никогда этого не забывай. Так-с. Ну что ж. Получен кредит. 23 доллара. Это типа с меня списали, что ли? Доброе утро. Создать, готовить. А у меня, по-моему, еды никакой нет вроде бы. Ну, только настойку могут сделать. А настойка надо. Так. Давай посмотрим, что мы можем сделать. Мяса никакого естественного у нас нет. Тоники, естественно, мимо. Это тоже мимо. Это все мимо. Ни хера у нас нет, короче. Можно лагерь свернуть было? А, создать, готовить, отдохнуть у костра. Быстрое перемещение, кстати, доступно. Можно сесть перекусить. Ну и, в принципе, тут все. Видишь, пока вот оно выглядит вот так вот. Где-то они должны начать строить дом. Что-то я не вижу, правда, этого. Наверное, вот там где-то. Ладно, фиг с ним, короче. Поехали, посмотрим. Дядюшка у нас что-то здесь делает. Зачем он там забыл? Хер его знает. Так, ну тут миссий как бы у нас больше нигде нет. Именно таких по сюжету. Поэтому только дядька остается. Пошли. Я думаю, что можно к нему, наверное, на лошади, да, доскакать? Так как мы немножечко ленивые шопы, мы все сделаем как надо. Ебать, нифига я. Подожди, я чуть застрял, что ли? Ни херовенько мы упали. Как тебе эти планы? Конечно, заебись, планы. Новый Иерусалим. Думаю, чтением и планированием должен заниматься я. А ты постройкой. И как только я мог подумать, что ты попытаешься делать иначе. Ты просто несправедлив. Это просто не соответствует действительности. Я просто буду пользоваться тем, что у меня есть. То есть мозгом. А ты тем временем используй то, что есть у тебя. То есть твой недоразвитый мозг. Давай начнем. Прежде всего, нужно заложить основания. Для этого мы должны передвинуть эти тяжелые балки. Это, конечно, работа не для человека с люмбага, но, в общем, надо что-то делать. Заманчивое предложение. А вот и Чарльз. Может, он нас развеселит. Как вы успехи? Они вернутся, но не скоро. Чарльз, дорогой мой мальчик, давай помоги Джону с этими балками. Шевелись давай. Нужно начать, пока не пошли дожди. Ты очень меня раздражаешь. Он прав. Нужно приступать. Ну, у Чарльз это как гора, блядь. Это такой, знаешь, он здоровый. Стройчка идет. Полным ходом она идет. Стройка у нас. Нормально все за стройкой. Называется Построй сам. Во. А куда это надо нести вообще? Мы вообще туда понесли-то, блядь. Окей. Вроде нормально. По пальцу ебани давай. Хуя, блядь. Жалко попасть нельзя. Строим, строим. Свою любовь, да? Она птица какая-то сидит даже. Тан-тан-тан-тан-тан-тан-тан-тан-тан-тан-тан-тан-тан. Давай. Строим, строим, забиваем. Строим, строим, забиваем. Ха-ха-ха-ха. А как иначе-то? По-другому никак. Только так можно, блядь. Птица не улетает вообще. Работали, работали. Запивай. Кофе ты бухай. Доски ты гоняй. Гвозди быстро забивай. А ю-ха-ю-хай. Вот и и песенка. Так, сорок лет, пятьдесят лет пройдет, да? Не будут как раз. Вот только фундамент сделали. Давай, 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 давай же. Неплохо. Нормальный такой дом получается, смотри. Давай, 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 ебёныч, быстрее, бля. Видишь, при желании всё получится. Ничего так. Должен быть какой-то план, наверное, как строить же, да? По идее-то, по логике. Давай, 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 всё выйдет. Построй, да и домик совместно. Прекрасный, да, кантри у нас? Именно то, что надо. Вот жить на Диком Западе, строить дом и слушать кантри. По-моему, лучше не придумать. Вот, вот и домик. Интересно, сколько на это времени ушло? Птица, смотри. Везде вот, где мы находимся, эта птичка рядом с нами. Плитки, ёпта. Сейчас пока шифер наложат туда. Это долго будет. Видишь, мастер тупо на все руки, короче. Всё, теперь, кажется, всё. Неплохо. Джон Марстон, теперь у тебя есть свой собственный дом. И у тебя тоже. Да, я знаю. И у тебя, Чарльз. Пока ты будешь с нами. Спасибо. Джентльмены. Счастья этому дому. Главное, чтобы сейчас скиднеры не сожгли нахер всё. Ничего, так домик, да? Хоромы такие вымахал. Моя милая Эбигейл. Я надеюсь, у тебя и Джека всё хорошо. Я по-прежнему дебил. Дураком и помру. Ай-яй-яй-яй-яй. Но я стараюсь изо всех сил. Стараюсь стать достойным тебя. Я сделал большую глупость. Чтобы произне... Подожди, мы одеты были по-другому тогда. И вот я купил дом. Та земля, про которую ты читала в газете, что в Битчерс Хоуп, она теперь наша. Мы начнём заниматься фермерством. Мистер Геддес помог мне приобрести землю. На выходе из банка я встретил дядюшку. Я знаю, что ты о нём думаешь. Но он показался чрезмерно полезен. По-своему, конечно. Чарльз Смит тоже объявился. И оказался нам с дядюшкой незаменимую поддержку. Вместе. Мы построили для тебя дом. Я горю желанием тебе его показать. Я скучаю по тебе и мальчику. Мальчик. Даже больше, чем могу об этом сказать. Прошу тебя. Возвращайся домой. Навеки твой. Джон. Несколько дней спустя. В заставках он показан как бы побритый, и без шапки, и такой чистый. А он это заросший, как полубомж, блядь. Какой-то полупокер. Нет, домик классный. Мне нравится. Мне действительно нравится такой стиль. Как будто магазинчик там рядом, знаешь, фазендовый. Дядюшка, я думал, что ты... Какого дьявола? Новый Иерусалим. Задание выполнено. Так, подожди, а что случилось? А что вообще показывает нам... Я понял, понял. Новый Иерусалим. Это, конечно, круто. Что мне показывает карта? Куда мне надо? А что он тут делает? Дядюшка ленится, но на ранче полно работы. А это хорошо. Сейчас пойдем проведаем старикана. А что у нас по миссиям еще есть? Все, только здесь, только тут. И больше нигде. День, дом топовый у нас. Все какое-то домишко. Это типа ранчо. Оно развивается, разрастается. Оружие в плохом состоянии. А ну, покажи. А, тут стрелять нельзя. Сейчас почистим. Было бы чем. Потому что у Марстона ничего нет. Понимаешь? А ну, покажи мне. Что у тебя там за... Да достань, давай оружице. Ох, ебать. Все плохо. Все очень крайне хреново. Есть масло? Да, есть вроде. Нормалек. Можно покрутить камеру. Видно, кстати, когда оружие грязное. И видно, что мы его реально чистим. Оно сейчас будет ярче, чище. И более натертое. Знаешь, наполированное. Так, здесь нормально. Это дело мы почистили. У нас еще был... Тут более-менее. Тут состояние вообще говнишка. А ну, давай почистим. Видишь, грязный какой револьвер. Запачканный, в масле. Следы от выстрелов и так далее. Наш старый добрый ковбойский револьвер. Так, чудненько. Это чисто. Чисто. Ну, тут такое себе состояние, конечно. Есть еще масло? Ну, вроде как бы да. Я не знаю, сколько у нас его имеется. Но он вообще смотри какой. Блин, как будто мы его на дне реки взяли. Знаешь, нашли. То есть он совсем убитый. О, ковбойский револьвер Джона. Не самый лучший, конечно. А, нет оружейного масла уже. Все, пиздос. Не спешивайся, не надо. Так, надо найти дядюшку ленивую жопу и посмотреть, какого хрена происходит. Нормально живем, епта пройдоха. Я надеялся хоть раз увидеть тебя за работой. Хотя бы раз. Джон Марстон, ты веришь в инкарнацию? Нет. А я надеюсь, молюсь тому, что там, на небесах, что я вернусь в этот мир молодым. Чтобы, когда ты застаришься и будешь одной ногой в могиле, я смогу стать тем самым надсмотрщиком, который укротит твою отправку на тот свет. У меня смертельная болезнь. Я тебе сейчас еще одну дам. Если мы не будем заниматься делами, то все умрем с голоду. Чем заниматься? Землепашество. Разведением скота, посадкой растений. Эти земли годятся только для выпаса. Для выпаса? Ну да. Для коров, вет, скоз. С козами все просто. На вкус они ужасны. Я не люблю коз. А коровы? Хватит меня коров уже. Значит, овцы. Но для скота тебе понадобится амбар. Амбар мы втроем будем строить полгода. Не надо строить никакой амбар, тупица. Сейчас какой год на дворе? 75-й что ли, блин? Купишь готовый, как и дом. У нас же эпоха промышленности. У парня, продавшего тебе брус, все это должно быть. Ну что ж такое? Я с ним разберусь. Хорош. Я уже не такой шустрый, как раньше. Правда, таким шустрым я никогда особо и не был, в принципе. Поэтому, чего париться-то, блядь? Поехали. Поехали. Непонятно, куда, но поехали. Видимо, в Блэк Уотер поехали. Блэк Уотер, бля. Поезжайте к продавцу бруса в Блэк Уотере, чтобы, я так понимаю, купить сарай, где будут... Тот парень, наверное, видел тебя. Подумал, вот деревенщина, вот дебил. Готовый дом от сортира не отличит. Я его обдеру до нитки. Притормози коней. Я, ну, короче, говорить нормально. Да нормально все, че ты, блядь. А вы неплохо так заросли. Я даже мыться и бриться не буду. Будем заросстать по максимуму, короче. В общем, нужно где-то держать животину. Я не позволю тебе это сделать, Джон. Я не позволю тебе еще раз тебя ограбить. Тебе нужен тот, кто умеет вести переговоры. Обаяние ему тоже не помешает. Это человек ты? Ты такой обходительный. У тебя и так полно долгов. Это мои долги. Я сам с ними разберусь. Но если тебя не обогротят, я потеряю свой дом. А мне тут так нравится. Тебе слишком тут нравится. Ты слишком хорошо устроился. У тебя даже мебели нет. Поговорите с продавцом бруса. И как у нас дела? Как малышка Эмили? Извините, как ваши дела? Чубли. Нам нужен амбар. Амбар? Ну конечно, столько картошки. Мы будем разводить скот. Что на вас нашло? Сколько психов со шрамами на лице покупают в этом магазине готовые дома? Что скажете? Вот он, отличный выбор. Парочка таких есть на складе. Я мигом вышлю вам в Блэк Бодер. Я в Битчерс Хоуп. Извините, конечно. Видели ли Джерри, моя жена? Приятно было снова вас повидать. Приятная встреча, да-да-да. Охуенно пообщались. А что дядечка сделал-то, да? Какой толк от него? Как мы за это заплатим? Та же, как и за все остальное. А мне жаль, что я не могу вам помочь, сэр. Вы хороший клиент, и вы не нравитесь. И Дэвид Геддесу тоже. А этот человек мне, он меня очень раздражает. Можете дать тебе пару дней? Конечно. Люблю умаять на коленях, а еще когда выставляешь себя на посмешище. Джонни! Это Сэдди Адлер. Джон, как ты? Привет, дядюшка! Как я рада тебя видеть! Да брось ты, старый чудик. Послушай, Сэдди. У тебя есть работа? Я, в общем, в отчаянном положении. Работа? Насколько отчаянное положение? Мне нужны деньги. Куча денег. Долгов все больше и больше. Готов постражаться? А это законно? Вполне себе законно. При этом довольно опасно. Вдвоем мы справимся, а вот одна я бы не стал один, Дэвид Геннадз. У меня нет выбора. Ладно, тогда пошли. Ну, пошли. Сэдди, береги его. Он ведь как нежный цветочек. Поехали. Скажи, в банке скоро поступят деньги. Собери бригаду, пусть помогут сараем. Поехали, Сэдди. Мы завершили... А, меня заверили, что преступника можно найти. Да я знаю, где это. Тогда веди, ёпта. Багряный небосвод. Багряный небосвод. Сейчас подъедем, посмотрим, что за багряный небосвод. У нас не так много времени в запасе. Да, видел там некого типа мексиканской наружности. Значит, короче, опасный хер. Он нашивается там. Значит, мы можем, в принципе, сократить сейчас. Хибанулся, как далеко. Ладно. Сокращаем, детка. Сокращаем. Помедленней. Она говорит, помедленней. Сейчас вернемся. Сэдди, не ори. Сэдди, не выебуйся. Давай сократим. Она не сокращает. Она не едет за мной, да? А, едет нормально. Я думал, типа, она только по дороге, знаешь, типа, как GPS. Сэдди, да кто вообще такой? Рамон Кортес. Из банды Дель Лобос. Да. Рамон Кортес. Я... О-о-о-о-о-о-о. Господи, твою ж ты мать. Вы что-то не ебнулись? Так, подождите, сэдди. Спокойно. Спокойно, детка. Сейчас найдем выход. Там, наверное, дружелюбные ребята. Вот тут можно. Да не ори ты, господи. Вопрос только в том, сможем ли мы тут переплыть Сейчас проверим Поджоги, убийства, они вытворяют там лютую дичь Поплаваем, Холли Хорош Нормально, помылись так Для отдыха место неподходящее Ну, хотя бы разочек там побывать стоит Я в переплет угодил Та банда, про которую ты говорила, это братья-скиннеры Они самые нехорошие люди Хорошими их точно не назовешь Они схватили моего работника, он умер в мучениях Мне жаль, Джонни Мы дали им отпор, как это только можно было Так, перепрыгивай Неплохо, неплохо Так, смотри, теперь можно по дороге без проблем Так, сойди Какой видок открывается, охеренно Так, погнали Реально далеко О, мне казалось, раньше как-то поближе было все Собак, смотри Мы здесь были По-моему, оно на мели теперь Раньше как-то, по-моему, побольше воды было здесь Обмелел берег, так называется, знаешь В смысле вернись к саде? Опять, все будет смешно Тихо, детка, не то самое, не баракось Ты представляешь, я дом построил Поздравляю, из соломы, да? Нет Из полиматериалов А, пиломатериалов Мы с Чарльзом строили А дядюшка наблюдал За нами и командовал Блядь Ой, сорян Сорянчик Так, лошадыч, ты жива? Иногда эта встряска полезна, мне кажется Так, блядь, да что ж такое-то? Господи, много деревьев очень Эти деревья посадил какой-то лалка, наверное, здесь Шел, садил и падал, небось, как я В третий раз же не будет такого, я надеюсь У Джона Марстона есть теперь собственный дом Поезжай, посмотришь У нас там реально круто, вот мы приехали Багряный небосвод Где-то здесь Че там сади? Эх, багряный небосвод С виду довольно спокойный Ну, Рамос Кортес, попробуй только не найтись Посмотрим в этом амбаре Если найдешь, кричи Так, давай лучше пушки достанем на всякий пожарный Сломать замок, выбить Ты умеешь взламывать их? Главное, чтобы шума не было лишнего, понимаешь? Так, по-тихому все сделал и зашел Рамон Кортес Мы пришли за тобой Сдавайся и никто не пострадает Бля Нихрена, тихо Да богом, да богом, деб-деб-деб, блядь Поймал его? Вроде да Он только что пытался меня убить Ну так бывает Да, это он Пошли, отвезем его к шерифу Идем, Рамон Немножко прокатимся Поедем в Роудс Роудс Там теперь все по-другому А мы были в Роудсе Вот там Блейт Уэйт и Блейк Уэйт и как там Брейт Уэйт, по-моему Семейство было, семейство Роуд и так далее Много чего интересного было Отвези меня, я щедро заплачу Больше любого вознаграждения За него тоже должны бабки хорошие дать Тут они решили, видимо Раз мы туда ехали и долго скакали То назад надо как-то поменьше На виде заставки Такие футажи Довольно прикольно смотрятся А вот и Роудс Да, давненько мы тут не были Тут реально классная была компашка в Роудсе Ну то я имею ввиду Компания подразумевает те миссии Которые тут были У меня до сих пор от этого места Мурашки похожи Привяжи лошадь здесь Тихо, тихо, мать Я помню Подожди, шерифом же был как раз Один из семейства этого Бля, я забыл, каких звали Я помню, что Брейт Уэйты были И еще кто-то у нас Принесешь Кортеза, хорошо Я пойду с ним потолкую Давай Рамон, дам тебе сотню долларов Только убей эту стерву Две сотни? Триста долларов за ее голову Мистер шериф? Мистер шериф, мы взяли Рамона Кортеза Так точно? Поздравляю, как это? Он прятался в куче дерьма Охотно в это верю Ты как, Рамончик? Не жалуйся, мистер Слушай, сколько ты хочешь? Сколько вы все хотите? Я дам две тысячи долларов золотом Тому, кто меня освободит Рамон, боишься, что с этим ты опоздал Ты был очень плохим мальчиком Сейчас мы с парнями Отвезем тебя в Сен-Дени И посмотрим, как тебя повесят Ладно Если вы так думаете, то пускай Садитесь Помогите мне его охранять Когда приедут мои парни, тогда мы отсюда и увезем его Не вопрос Много лет очищаю этот город от грязи И мне совсем не хочется, чтобы такие идиоты, как он Решили, что смогут вернуть старые дурные времена Вы неплохо постарались Странно, что за ним никто не приезжает Вот это удивляет Вот это реально стрёмно Что тупо День прошел Они это спались Никого нет А это, наверное, его освобождать приехали Я так понимаю Бандит Дель Лоба А, шериф Томас Шериф Томас Верните нам нашего друга Шериф Томас Вас примерно 10 секунд Потом мы вас всех убиваем нахер Не будь идиотом Теперь это порядочный город Ах ты ж, твою ж, ты мать Хорош Раскидали, бля Гринга, ёпта Ха-ха-ха И Хоседи, куда ж ты побежала? Мать, ну что ж ты творишь? А почему ты стреляешь так херово, расскажи мне? О, чувак, шутся Попадай, ты спрашиваешь Ну попади хоть разок, ёпта Да, меткость, конечно, у Джона Не особо Где ты, ваше? Вот Вот, вот, вот Это Сэдди вальнули, что ли? Блядь, я еще думаю, что это знакомое лицо какое-то Что-то у нас в этой серии много убийств Контрольная точка Сэдди погибла, да Я, видимо, замешкалась Я далеко стоял То есть, мне надо было поближе подойти И, наверное, там уже вести бой Ничего Всегда можно переиграть На это игры и игры Ты можешь в свои ошибки Попробовать заново пройти Надо выгонить, короче, их из города Давай, Джон, блядь, быстрее, ебать Пожалуйста Давай, давай, давай Надо возле нее держаться И тогда все окей Кто сказал, что он здесь? Вот это хороший вопрос Ни хера, что-то бомбануло Что это было? Подожди, по-моему, они жахнули шерифа, нет? Это тюрьма Они разнесли мою тюрьму на кусочки Он исчез Ну, мы его привели Так что с вас причитается награда Его здесь больше нет, мэм Мне заплатят только, когда я доставлю его с Энденни Мист, а вас уже ограбили сегодня Хотите пулю схлопотать? Вы мне угрожаете? Чего бы вам угрожать-то? Верните его, я вам заплачу И еще накину 50 долларов сверху 100 долларов 75 Больше не могу По рукам Пойдем, Джим Милтон Найдем его, попытаемся хотя бы Так, и где этот... Вичуган будет у нас обитать Надо бы полутать парней, наверное, да? У них же что-то есть полезное Дайте парню Патрончики для револьвера Шкардос Учитывая, что у нас как бы беда с этими делами Ну, с баблом, типа С патронами тоже Так что латание трупов Не кажется такой странной идеей, как обычно Хорош Видишь, понемножечку, понемножечку Вот и полутали 200 баксов почти Патрончики есть Лекарства есть Все, поехали Где нам его искать? Он сказал, его люди будут ждать у Дюбери Крик Дюбери Крик Ну, там были уже Хорошо Это не первый раз, когда добычу уводят у тебя из-под носа Ты сейчас сам схлопочешь кулаком по носу, понял? Мы с тобой оба хороши Кто-то проболтался Мы ждали у всех на виду в этой наспевсколоченной тюряге Да, верно, верно, верно Мне это не нравится Шериф приложил много сил, чтобы навести порядок в Роутсе Но, очевидно, этого недостаточно Ты думаешь, ему можно доверять? Да Доставим Кортеса, он нам заплатит Он порядочный человек Это если мы его еще найдем, этот Кортес Мы его найдем Никуда он не денется Чудно все-таки, да? Мы согласны взять 200 долларов у шерифа, который может и сам тот еще жук Но не согласны взять 2000 только за то, чтобы отпустить бандита на свободу Если для тебя это заманчивое предложение, поступай как тебе угодно Но только не когда ты работаешь на меня Я не говорю, что оно заманчивое, просто говорю, что чудно, что мы готовы взять деньги у одного и у другого Каждый сам выбирает, кому хранить верность в себе, Господу или государству Тот, кто хочет преуспеть на поприще охотника за головами, должен ставить эту верность превыше всего Это элементарно Меня это ценят за честность Так ты считаешь, что если человека назначен награду, это всегда заслужено? Ну да Нет, не знаю, ну как правило, обычно да Если я каждый раз задумывалась, кто чего заслуживает, я бы себе все волосы выдрала Если награда большая, значит это не просто так Я надеюсь, такая логика тебя оправдает Ну, хотелось бы, да Погоди Вон внизу костер Я готова поспорить, что это они Посмотрим Думаешь, они? Херово, блядь, знает Может быть Мне просто интересно, есть ли мы не пошли под мост Давай за мной, кажется, на берегу ручья что-то интересное есть Вон она Соблюдать дистанцию Сначала надо их рассмотреть В смысле, блядь, садись на лошадь? О, господи Игра, что ты делаешь? Следуй за садик Дюбери Крик Сейчас-то можно слезть, слава богу Видимо, они разбили здесь лагерь Что они тут делают? Ждут лодки, наверное Говорят, надвигается буря Может, это она их задержала Может быть Я пойду за ним Ты Я А ты просто прикрывай Тебе нельзя тут погибнуть А тебе, значит, можно Я просто хочу умереть А кроме того Эти мрази такие уже грозные на вид Такое ощущение, что они там вообще все уснули Я пошла Ты уверена? Это как-то неправильно Это мое дело, Джон Марстон Делай, что тебе велено И целься получше То она, Артур, это говорила То теперь тут нам Неплохо Стреляй же Так, есть Там за камнями Я видел, вон сидел Смотри Та ёбаный свет Да что ж ты Так, все Вадь, да? Он Они на склоне Да, бля Ну, стрельня ж Ну ты, сука Тупая Ну что ж такое-то Давай Давай-давай-давай-давай Готово Ещё живой? Прям по яйцам Ха-ха Хорошо Готово Я ему в живот попал, бля Он встал, пошёл Да бля Да что ж такое Чуть я больше не вижу А где Сэдди? Сэдди, всё Кто-то где-то кричит Но я его не вижу Где он? Возьми их на себя, Джон Кого, бля Я не вижу никого Тут никого Я слышу, что кто-то кричит А где не вижу А, вот он, бля Господи Что пугаешь меня так? Я тебя не увидел сразу Извини Я уже бегу Я уже бегу, детка Ой, топтани Чё, не убегают, что ли? Давай, 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 давай А, отлично Всё, вроде бы всё Садись, садись, садись Стой Готово Щас, 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 секунду Во Твою ты мать Вроде это последний был Могу ошибаться, конечно Давай, давай А, нет, не последний Нихера Бля Бля Жизы мало Тихо Тихо, давай Тоник Наебонивай Тоник Давай, давай, давай Давай, давай, давай Давай же Готово Давай, 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 давай Давай же Да, эликсир не такая сильная тема, как хотелось бы Но шо поделать Давай, давай, давай Вон на лодке сзади И спереди, блядь Со всех сторон, по-моему Сэдди убьют же Куда ты полезла Блядь, сзади стреляют, сука Ты заебал меня уже Слушай, чё-то я не могу У него никак попасть Да шо ж такое-то Да не лосо Ты еб... За что, что за день У меня такое Нас, ученыш Давай, сзади осторожно Пиздец, блядь Либо меня убьют, либо ее Так, почти убежал Смотри, уточни, он уплыл Я бы сказал Даже так Так, надо зашкириться Куда-нибудь Быстрее, 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 Джонни Блядь Хуйня, не перезаряжается Биги-биги-биги-биги Убьют же Готово Надо что-то принять Желательно побыстрее Заставь его Заставь его Развернуться Целься в лодку Чтобы схватить его живым Ты хочешь умирить, Кортес? Иди сюда Хорошо, хорошо, Амиго Я возвращаюсь Если попробуешь что-нибудь выкинуть То тебя застрелят нахрен Придержи коней, девочка Вылезай оттуда Я сказала, вылезай Изи Спокойно Тихо, это не про меня Все, повязали его, короче Второй раз уже Сука, неуловимый Джо, блядь Осторожно Похоже, их еще прибежало Заткни пасть свою Твою мать, блядь Ладно Стреляй, что стал-то, блядь Какой же косой, блядь, он бывает Он либо устал, либо оружие подсело Ой, блядь, ебала, нахуй Так, раз Перезаряжай, Джон Готово Еще кто-нибудь остался, или мы всех перебили? Похоже на то Скотина Ограби, давай ограбим Может баблишка при нем есть какой-то? Оружейное масло, неплохо Целая куча психов Похоже, из Мексики нелегкая Так Для тебя будет очень нелегкая Так, грузим на Геру И нормально Готово Отправляйтесь в Роудс Обратно А мы же здесь можем тебя обойти, да? Тебе не жить Тебе просто не жить нахрен Похоже на меня Сейчас, короче, хоп И миссия провалена, бля Внезапненько так А не хотелось бы Очень не хотелось бы этого дерьма Так, погнали, Роудс Погнали, погнали, погнали Дель Лобос Это тебе не просто банда? Что ты, бля, делаешь? Смотри, думай Че за ебубу, бля Что происходит? Какого хрена? Мы найдем тебя Где бы ты ни спряталась И убьем И всех, кто тебе дорог Давай, Беренька Дороудс Вроде не особо далеко Насколько я помню Господи твою мать Телефон Не пугай меня так никогда больше Реально записываешь Тихонечко У тебя на подставке Телефон Бл-бл Завибрировал Когда в комнате довольно тихо Это иногда пугает Так Давай сюда Че-то она отстала, по-моему Во, отлично Хоть каких-то денег Да получу, понимаешь Мне больше нравилось Когда ты предлагал мне деньги Тебе нужны деньги? Так забирай У меня есть золото Так Ты же только что сказал Что ты меня убьешь Если отпустишь Я все прощу тебе Видишь ли, Рамон Твои посулы Не вызывают доверия Я отдаю тебе слово Ты болтаешься К связанной на лошади По пути в тюрьму с Эндой Грош цена твоим словам Я клянусь Разумеется Только это тебе и остается Но ты сейчас скажешь Что угодно Лишь бы спасти свою шкуру Я сомневаюсь Что ты мне заплачешь И сомневаюсь Что ты меня Не убьешь Пора с этим кончать Это большая ошибка Большая ошибка Так Это Тарабанить его туда Короче Шериф Мы взяли его Я знал, что ты вернешься, Рамон Ты ведь просто не можешь жить без меня Посадить его в фургон Ладно Как тюрьма? Ей нужно немножко подремать, короче А, подремонтировать На этот раз мы с парнями Повезем его в Сэндонии Прямо сейчас Поехали, Кортес Шериф Прежде чем вы уйдете Я вам заплачу, когда доставлю И 75 долларов сверху Именно Пока что до свидания Погнали, парни До скорой встречи, амигос Заткнись Заткнись, упахало Спасибо, Джонни Отправишь мою долю в банк? Конечно Я вроде как завязал с такими делами Это так, ерунда Обычный арест Легкие бабки Как скажешь До встречи, приятель Ну, до встречи Так до встречи Получен кредит Ага Возвращено банку 150 долларов Чуденько Загон для лошадей Так И что у нас тут? У дяденьки снова какая-то задача есть для нас, да? Тут мы были Тут мы тоже были По-моему, мы уже везде были, где можно Так Миссия здесь у нас Пошли пообщаемся Хотя, мне кажется Лучше, наверное, будет подъехать Иди, знай, какая миссия будет Поехали, лошадка Рэйчел Я помню, что тебя зовут Рэйчел А, во! Смотри, построили за год Чуть не вылетел Вот такой вот сарайчик Нихера себе сарайчик, дайте скажу А дядюшка где-то с той стороны, по-моему Прикольно, слушай, мне нравится Как отдохнул Зарабатывал деньги И при этом, что ты называешь, меня легил Мы потрудились на славу Ну так команда же немало помогла нам Какой дом Какое амбарище Погляди только Просто не верится Спасибо Спасибо вам Хороший повод выпить Пусть не умеем мы плясать Говорот-именует Пусть не умеем мы плясать Га-бэ-бэ-бэ-бэ-бэ Продолжение следует... 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 О, Джон, старик, ты цел Я выгляжу целым Ты выглядишь ужасно, но все будет в порядке Эти гады, мы уложили их Я бы лагерь еще бы сжег бы на всякий случай Пиздец, у него спина обгорела Мы успели как раз вовремя Черт возьми Я его понесу Охренеть просто Полутаем хотя бы их Бля, что стреляют, по-моему Сука Пес, я же лутал Давай, 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 давай же Что ты делаешь, блядь, Мартан? Сколько здесь народа, охренеть Жди, у нас глаза вообще Нет, есть глаза, с чем мы паримся Во, теперь получше будет Готово По-моему нормально Они окружают нас Вот шикарно Держи за мной, держись Вот тебе и скиннеры Так, шикарно Давай, 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 давай Он как будто обгорел сильно Знаешь, такой реально Ха-ха, хера Но он реально обгорел Я не в том смысле не выйду Давай, давай, давай Дачу, давай Так Какой дач, блядь Ха-ха, Чарльз, говорю Давай, блядь, дач Оговорочки по Фрейду, да? Сколько вас, собак, блядь Хорош Давай, 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 давай Давай, садись Японская мать Надо же перевалить реально всех Наверное, мне кажется Было бы очень удобно Бля, народа здесь не ебаться вообще Сопровождайте дядюшку и Чарльза Хорош Бля, не останавливайся Да, обгорел так обгорел, блядь Не знаю, будут там ампутировать кожу или нет Хрена знает Прорвемся Когда вернемся домой А что мешало им дом сжечь, блядь Вот серьезно Пока они вот тут вот тусят Просто тупо сжечь дом Ожоги быстро не заживают Если не произойдет заражение, то все будет хорошо Все гораздо лучше, чем я предполагал Слышь, старик Могло быть и хуже Он очень слаб Ну, конечно, да Держись, старина Не дай мне упасть, пожалуйста Так у нас лагерь рядышком, кстати Ну, точнее, наша раньше находится В одной минуте, блядь, от них Почти приехали Че-то мне нехорошо Оно заметно Садись на лошадь То есть, видишь, как скрипт работает То есть нужно именно вот Вот, вот, вот о чем я говорю Дядя Шкало Мы на месте? Ладно Давай мы тебя аккуратненько спустим И все будет нормально Держу Охренеть Спасибо вам, ребята Не благодари Я думал, у меня конец Давай без сентиментальности, старик А то я впрямь подумаю, что ты умираешь Все будет хорошо Пойдет пара дней И будешь как новенький Вот так вот Он поправится Ты думаешь, что они вернутся? Может быть, но я сомневаюсь Мне кажется, мы почти всех перебили Это твоя земля А раньше была их? Не думаю Один парень рассказал, что Скиннери приехали сюда года два назад Они просто злые люди, которым все равно И они оказались у них-то быть Кажется, мы были такими же Именно такими мы и были Может, нам тогда начать пытать людей? У нас вместо этого пение дядюшки есть Мы здесь будем в безопасности, Джон Ты и твоя семья Вы будете в безопасности Я надеюсь Очень надеюсь Если она когда-нибудь вернется Да вернется она куда наденется Потому что, кстати, за все время мы ни разу к ней не ездили Не проведывали ничего То есть, как бы, вообще нуль на массу Может, это будет Вот таки Нет, нет Они поднимались Вот таки Видите? Да Я надеюсь Не надо Вы можете Вот и удобрение Скорее всего, либо еда для животных А вот и наша семья Самая лучшая женщина У них собака даже есть Какого дьявола? Ты 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 всегда умел красиво говорить Все в порядке, сынок? Конечно, пап Можно мне дом посмотреть? Конечно Дай ему немножко времени Он освоится Неплохой у тебя дом Он твой Наш Пойду присмотрю за сыном Ну и кто мой новый соперник? Это Роуфос Надежный, недалекий и грубый Поэтому напоминал нам тебя Это вы так шутите, да, мисс? Вроде того Идемте Да, вот такие вот дела Я думаю, что здесь мы закончим И завтра сутрица аппарат Должим дальше играть в Red Dead Redemption Поэтому заходите, проверяйте Что же там будет интересного С вами был Брайн Увидимся Всего хорошего Пока-пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok